Добро пожаловать в Warface, братишка! Ну давай, рачишка, высказывай свое негодование! Так и сделаем, дружище! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортин, а также Капитан Очевидность. Играем мы в прекраснейший ПВЕ Warface. Да, именно так. Играем мы, конечно же, с ромбами. Да, потому что ПВЕ, когда ты нажимаешь быстрый поиск, в основном ежики до ромбы. Иногда попадаются ветераны. Этот режим, знаете, особо ламповый. Я играл эту катку, когда только зашел в игру сегодня. Доминатор? Да. Ты еще не разыгран, рука плохо ходит, где-то ошибаешься. И вот, вместо того, чтобы идти сразу на мясорубку, я иногда играю от одной до трех ПВЕ-шек. С ложек, где не тяжело, где не навязчиво, просто бежишь, стреляешь, слушаешь музыку, прекрасный джаз или блюз. И в такие моменты тебя не горит. Вообще не горит. А иногда, знаете, у меня бывают такие дни, они бывают редко, но бывают, признаюсь. Раз в несколько месяцев, что-то вообще так неохота играть в Warface, что-то вот эти ремки, надоедают все эти мясорубки. Я просто иду на ПВЕ. И если у меня есть время, я могу, не знаю, часа три подряд играть в ПВЕ, играть какие-нибудь Анубис в ложку. Что-то такое не навязчивое, простое. Без супертехнологий, без всяких этих лазеров, бля. Успейте сделать то, там, заготовьте ресурсы. Вот такое вот. Просто бежишь, мозголомчики ставишь. Нормально, душевно, для человека, для души. И тут ты понимаешь, что не бомбит, тебе приятно, тебе хорошо. Ты наслаждаешься игрой на сто два процента. И в очередной раз приходишь к умозаключению, что это и есть Warface. Именно здесь где-то хранится душа этой игры. И вспомните себя, друзья. Ведь многие из вас почти наверняка, они об этом не говорят, но многие из вас познакомились с этой игрой именно благодаря ПВЕ. Да, а многие в начале были, как говорится, ПВЕшниками. А я вам расскажу историю одного Рокутагина. Когда-то Рокутагин трудился в одной организации. Служба была, ну, не самой простой. Часто мы работали даже в выходные. Но когда эти выходные у нас все-таки были полноценные, когда ты весь день дома, то с моим товарищем, который работал в этой организации и, кстати, до сих пор работает водителем, с товарищем Валерой, мы нагибали в такой игре, как Call of Duty Modern Warfare 2. Да. Мы нагибали, наверное, уже пару лет как вместе. И вот он мне в один прекрасный день говорит, Рокутагин, а ты знаешь, появилась недавно такая игра новая. Буквально на днях вышла. Называется Warface. Да. И мы с ребятами ее осваиваем. Не хочешь попробовать? Я попробовал. Конечно же, это было ПВЕ. Мы играли, наверное, несколько недель. Потом ребятам надоело, а я остался еще месяца на полтора где-то. Играл уже в мясорубке. Но познакомился я благодаря именно ПВЕ с этой игрой. И через год как-то даже ностальгия пробила. Захотелось побегать ПВЕ-шки, мясорубочки, Warface-овские. И я вернулся. И тогда мне игра уже по-настоящему понравилась. Она была уже в куда лучшем состоянии. И с тех пор я так здесь и остался. Да. И это было великолепно. Вы знаете, ПВЕ это то, что вызывает у старичков, у ветеранов ностальгию. И позволяет с удовольствием провести время. Ну и поскольку вы видите много новичков на ПВЕ, если вы нажмете быстрый поиск обычной сложки ПВЕ, то в 9 из 10 случаев у вас будет большая часть команды, а может и вся команда кроме вас. Это будут Ёжики и Рамбы. Из чего можно сделать вывод, что ПВЕ это трамплин. Дорога для нового игрока в мир Warface. Здесь он еще не постиг всю боль. Все эти душевные переживания за слитую лигу, за горящую жопу, за несправедливость доната. Он потом это познает. И некоторые даже смирятся и останутся. Но изначально он получает удовольствие. Истинное, искреннее, настоящее. Здесь не нужна никакая супер тима, чтобы пройти как на спецоперации. Здесь не нужно ничего. Здесь просто можно насладиться тем самым, настоящим, приносящим удовольствие Warface. Единственное, что, пожалуй, может стать для новичка препятствием. Единственное, что ему нужно по-настоящему. Это, конечно же, знаки возвращения. Но наши разработчики, не знаю зачем, решили сделать их менее доступными, повысив на них стоимость. Разработчики, скажу честно, по моему мнению, вы в корне не правы. И знаки возвращения в игре, где ПВЕ со временем потеряла и продолжает терять свою популярность. Благодаря возросшую популярность киберспорту. Благодаря тому, что многие от ПВЕ просто устали. Благодаря тому, что вы просто перестали делать эти самые нормальные обычные ПВЕ для души. И теперь все ПВЕ сводится просто к какой-то, я извиняюсь, дрочильне. С какими-то ресурсами, с какими-то сложными телодвижениями, лазерами. Ну, вы понимаете, спецоперации нынешние. И люди играют на них просто на самом деле, потому что они хотят получить награды. И все. А на ПВЕ люди играли. И играют. Потому что им нравится. Я ничего здесь не получу. Ничего. Что я здесь получу? Какие-нибудь 50 корон? Это даже не серьезно. Я могу еще и еще раз пойти играть эту миссию. Просто потому что мне нравится. Здесь я отдыхаю от всего. Это как медитация. Единственное, что мне здесь может понадобиться, если я затуплю, я здесь не напрягаюсь, это, опять же, знаки возвращения. А для новичков это единственное убежище, где его не чпокают. Спецоперация для него может показаться сложной. И он не вывезет. ПВП и подавно. А здесь он, понимаете, защищен. Здесь его зона психологического комфорта. И если новичок достаточно долго будет играть хотя бы в ПВЕшки. Он будет играть неделю, другую, месяц в Warface. Вот потом он вряд ли уйдет. И вы получите реально полезного, нового пользователя. Нового, так сказать, покупателя. Игрока. Выше онлайн. Большие доходы. Хорошо и вам, разработчики. И нам, игрокам. Таки да. И хорошо самому этому игроку. Потому что он качественно проводит свое время. И получает удовольствие. И в итоге он в этой игре останется. Но когда, извините, у него нет даже знаков возвращения. Вы как бы вот пытаетесь принудить игрока. Вот только ты зашел в игру. Донать. Это не работает. По себе знаю, как игрок. Первое время, первые, наверное, месяц может быть. Я бы эту игру практически ни на что не донатил. Я поиграл, по-моему, недели три месяца. Потом купил випку. Потом уже оно потихонечку пошло. Понимаете? Да, уже как бы да. Я слетела, так сказать, заслонка. И меня понесло. Как и всех. Кто остался. Большинство. Но в начале все было иначе. И изначально игроки, они вот к фри-ту-плею и так плохо настроены. Они заходят очень аккуратно. Они не хотят донатить. А вы сразу. Плати. Нет. Ребята, так не получится. Вы отпугнете новичков. И единственное, что их здесь удерживает большинство этих новичков. Вот это самое ПВЕ полностью будет для них закрыто. Для них это станет неинтересно. Они потеряют к игре интерес. И вместо того, чтобы остаться на месяц-два и там возможно уже перейти куда-то глубже, они не останутся. Они поиграют пару недель. Поймут, что эта игра только для тех, у кого толстый кошелек. И просто уйдут. И это прекрасная игра. Прекрасная, да. Мы все бомбим, говорим. Кто-то приходит в комментарии, пишет, что игра скатилась. Я вот зашел и понял, что больше не зайду. А через месяц он снова пишет, что вот я на днях зашел, понял, что игра говно. Понимаешь? Друг мой. Если игра действительно для тебя стала неинтересной. Вот для меня перестала быть интересной Fortnite. Она хорошая игра. Она реально хорошая. С этим глупо спорить. Но мне нравятся шутеры. А Fortnite сильно изменился. И там совершенно другие механики роляют. Которые мне, честно говоря, просто в лом тренировать. Потому что если я буду тренироваться там, у меня не хватит времени ни на что больше. Вообще. И я не согласен идти этим путем. Поэтому я вообще не знаю, что там происходит. Я вообще не представляю, что происходит в этой игре толком. Вообще не знаю. Но если ты пишешь, что игра говно, потому что ты на днях в нее заходил, значит все-таки она тебе не безразлична до сих пор. Дорогие разработчики. Я вас очень прошу. Не надо делать то, что вы делаете. Во-первых, не надо завышать цену на знаки. Я предлагаю вообще вам продавать эти знаки за копейки. И желательно за варбаксы. Это первое. Второе. Работайте над ПВЕ. Хватит уже одних спецопераций. Просто подумайте. Послушайте меня. Выпустите парочку ПВЕшек. И вы увидите реальный профит. И вы увидите благодарность игроков. Настоящую благодарность. Вы в какой-то момент свернули с того пути, которым шли изначально. Изначально это была игра для простых людей. Для простых игроков. И все устраивало. Потом вас очень сильно потянуло на киберспорт. Я его люблю, киберспорт. Но не в нем жизнь варфейса. Вас очень сильно унесло в спецоперации. И вы вообще забыли про обычные ПВЕшки. И намереваетесь вроде как вообще их удалить из игры. Поверьте мне, как обычному рядовому игроку в том числе. Который играет уже седьмой год. Без пауз в эту игру. И который пришел в эту игру изначально. Благодаря ПВЕ. Вы идете не тем путем. Не в этом будущее возможное процветание варфейса. Поэтому призываю вас подумать над теми шагами, которые вы сейчас собираетесь сделать. Мне кажется, лучше еще хорошенечко подумать. Почитать комментарии под этим видео. Я надеюсь, что они будут. И каждый выскажет свое мнение. Честно выскажет. Что он думает об этом всем. Но в любом случае, если данное ламповое видео вам понравилось, то ставьте лайки. По желанию. Яйки чешите. Обязательно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайтесь. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.